С вводом антироссийских санкций производители лакокрасочных покрытий России уверенно заняли эту нишу на рынке. С отечественными эмалями успешно работает ульяновское производство «Спектр Авиа», которое является базовым окрасочным предприятием самолётостроительных заводов России. С этого года заказы на покраску отечественной техники увеличились. Используемые лакокрасочные покрытия ничуть не уступают зарубежным аналогам. По поводу отечественных эмалей, ну в принципе опыт у нас уже есть и давно. Сейчас мы начали работу ещё с русскими красками. Это завод в Ярославле. Также мы начинаем работу с Тверским заводом «Транслак». Окраска воздушного судна – процесс трудоёмкий и ответственный. Первоначально машину отмывает от загрязнений и защитных жидкостей. После наносится химическая смывка и удаляется старое лакокрасочное покрытие. Затем поверхность обезжиривается, грунтуется и наносится новая эмаль. Каждый этап работы контролируется. Выбор эмали также имеет большое значение. От её качества даже улучшаются аэродинамические характеристики воздушного судна, что в свою очередь обеспечивает экономию топлива от 4 до 7%. Не уступает по качеству, чем зарубежная. И надеюсь, что будет даже лучше с каким-то временем. Ну, всё с опыта будет приходить, так как и у нас, и у производителей эмали. Свою историю «Спектр авиа» начал в далёком 1998 году. Сейчас, благодаря современным технологиям, предприятие окрашивает 70-80 воздушных судов ежегодно. Дизайн-центр способен разработать схемы окраски любых типов машин. Заказчиками предприятия являются ведущие авиакомпании страны. Аэрофлот, Победа, С-7, Уральские авиалинии, Волга-Днепр, Ютеир и другие. Кроме того, на «Спектр авиа» окрашиваются все суда специального лётного отряда России президента Российской Федерации. Кирилл Савосин, Даниил Сурков, Управда ТВ.